Бесхозная обезьяна стала сегодня героиней городских интернет-пабликов Магнитогорска. Потерявшегося примата сегодня в течение нескольких часов наблюдали жители района Крытого рынка, улиц Ленинградской и Карла Маркса. Зверь был напуган и явно чего-то хотел от людей. Но чего? У меня дома удачи засадят. Самый живой интерес к экзотическому животному проявляли собаки. Сама же обезьяна явно считала их существами более низкого уровня в Дарвиновской лестнице. А вот несколько человек, наиболее активно искавших контакт с обезьяной, по их словам пострадали. Как минимум троих она покусала девушку и двух детей. Ну или расцарапала. Вместе с женщиной обезьяна зашла в магазин и получила в подарок от продавщицы помидор. Но эта ягода пришлась не по вкусу любительницы бананов. И она устроила маленький дебош в продовольственной лавке. За свою покусанную дочь вступился отец и пнул обезьянку по морде. Та обиделась и ушла в стоматологию. Однако запах лекарств вскоре заставил незваную гостю покинуть клинику. И та вновь оказалась на улице. Все это время магнитогорцы обрывали телефон. Звонили в цирк, но там примата за своего не признали. Звонили в полицию, там предложили обратиться в МЧС. В МЧС дали совет снять с себя одежду и накрыть ею мартышку. Не удалось. На, грузи, так поспокойно. Чем закончился этот выход примата в люди узнаем, видимо, уже завтра. Пока же магнитогорцы шутят и про очистившуюся природу, и про игру в джуманжи, и даже про оспу обезьян.